всем привет дорогие друзья с вами видео журнал клинок и егоров михаил мы сейчас находимся в краснодаре где проходит выставка клинок на кубани во второй раз и мы задались вопросом на самом деле очень многие приходят на выставку чтобы купить материалы чтобы собрать свой нож и в принципе уже почти каждый нажиман знает и умеет как из подручных материалов купленных на выставке сделать хороший рабочий инструмент а вот что делать если ты хочешь собрать топор как собрать его правильно чтобы он не люфтил чтобы он не разбухал он не трескался и ленишь это сколько мы в краснодаре стучат и раз самое правильное решение было которое мы и приняли мы приехали в гости к мише короленко в мастерскую секира родослава лично я всегда рад гостям очень приятно что вы ко мне приехали чё я сегодня предлагаю рассказать знаешь мы рассказываем все о наших рисунках о нашей художественной обработки наших топорах а истории в общем сегодня сделки знают давай давай сегодня сделаем полезные вещи есть много вопросов у ребят которые обращаются к нам как устранить люфт да как насадить правильное изделие мы сегодня быстренько покажем вам можно рассказать двух словах из чего сделать но устранить люфт вот именно в домашних условиях я предлагаю там потому что многие живут в квартирах не у всех и да не у всех есть в принципе в двух словах можно объяснить что как можно из подручных инструментов которого есть по сути у каждого мужчины мне кажется можно устранить или иные нюансы но если вы хотите полноценно взять и сделать там собрать топор рукоятку допустим тебя вот ручка уже есть готова это где-то и взял есть голова и вот я решил совместить так чтобы она не разлетелась после первого да да это мы совместим но есть многие люди хотят я хочу сам все своими руками некоторые приходят рассказывают типа вот было деда в деревне там болен очень старый дуб я бы с него круто бы сделал ручку да как это можно сделать есть непосредственно вы можете приобрести или взять у деда старую доску старый дуб полы старые это непосредственно бук почему используем бук нам это одно из твердых пород деревьев которые очень удобно резать вручную в резьба да так основная рукоятка очень хорошо используется дерево в ней непосредственно ясень ясень если брать среднюю полосу там береза береза это тоже вообще испокон веков такое такой материал который всегда использовался на черенках если заметили есть такая многие ребята которые постарше они даже катались на березах потому что береза имеет свойства очень сильно гнуться в морозы посмотрите многие деревья ломаются твердой породы береза она просто загибается и дальше потом уже но даже не ломается разгибается да то есть у нее такие динамические свойства очень хорошие так у нас есть первый совет с тобой начинающим начинающим до береза дерева используйте ясень береза бук дуб тоже хороший материал но твердый может отдавать в руку в принципе все твердые также еще фруктовые деревья в принципе они тоже очень плотные очень твердые очень хорошие вы можете спросить по деревьям у димы из дубокса он вам хорошо подскажет какое дерево можно использовать непосредственно в том или ином направлении где надо да что вы берете вы берете непосредственно доску которые вам надо да у нас уже просто уже есть шаблоны шаблоны которые мы отрисовывали мы вырезали брали в руки смотрели чтобы хорошо все сидело в руке чтобы было каждому топору нужная развесовка чтобы всем все было удобно да у нас уже вот есть шаблон мы ставим шаблон обрисовываем его после выпиливаем лобзиком вы можете взять у каждого многого есть там на даче лобзик вы выпиливаете лобзиком непосредственно тот или иной рисунок который вы нарисовали ну возьму немножко другой вот вы выпилили вот такая выходит у вас заготовка и ее надо аккуратно брать и обработать углы можно обработать но лучше если вот в домашних условиях у каждого есть уж м к это болгарка маленькая если лепестковые диски они очень хорошо грызут дерево но главное не пережечь потому что начинает забиваться зерно и быстро придет в негодность данный материал да вот есть вот такого просто чтоб многие понимали есть вот такие колтышки это лепестковый диск есть разные зерна сотые удобно снимать наверное больше сначала грубыми сороковыми шестьдесятыми зернами вы берете придаете форму уберете снимаете углы но мы снимаем углы до что вы придаете непосредственно овал рукоятки до чтобы было более менее меньше снимать дерево потому что работа на самом деле не так уж и мало снимаете все и уже более мелким зерном вы уже придаете непосредственно гладкость ручки движка я красивая рукоятка вышла вот это ясен так вот выглядит разные структуры дерево бывает да вот данное изделие уже мы можем его подгонять под топор мы возьмем вот ручку у нас здесь ручка 50 сантиметров шаблон сейчас мы подойдем другому столу и начнем все показывать поехали погнали так это мой мой коллега да по цеху олег он нам немножко поможет все данные расходники многие вы можете приобрести но в строительных магазинах это влюб тарелка это липучки диски это клтшки что нам требуется для расклинки нам будет требоваться сам топор у нас здесь уже вы травной рисунок уже вытравка многие хранят непосредственно советские топоры то есть я хочу сделать как мне сделать в принципе вот этот ролик у нас и будет до людям которые хотят восстановить свои какие-то изделия которые или сделать что-то новое до достались им от родителей или просто нашли они в лесу многие еще до топорики или еще какие-то инструменты нам нужен сам инструмент который мы будем насаживать нам нужна рукоятка нам нужны материалы которые мы будем отмечать это маркер карандаш ну и что уши мк диски а еще и боксит к и боксит к если у вас нету боксит к мы просто делаем раствор ну сейчас при расклинке я уже расскажу мы как делаем если нету и боксит ки вы можете использовать любой клей мне очень нравится клей космофен есть космофен он продается в больших супермаркетах он быстро схватывается и схватывается намертво так что такая полезная хорошая штука также можете использовать клей момент но у него долгие долгий срок высыхания космофен возможно для менее опытных момент лучше подойдет как раз если что что-то быстренько подправить пока ну вот как вариант да ну или также супер клей обычный очень хорошо подходит лучше брать на гелевой основе чтобы был гель почему потому что если обычный супер клей он как вода и быстро уходит расходится не очень удобен самое основное надо сделать нам клин клин должен быть из твердой породы дерева клин должен быть желательно его использовать дуб вот дуб бук мы используем в клине обязательно клин более твердый чем конечно ты будешь его забивать да ты будешь его забивать чтобы он у тебя не треснул так что мы делаем делаем клин у нас начнем с подгонки а потом уже когда подойдем к линиям будем рассказывать про клинья да нам надо что нам надо как можно плотно подогнать изделие чтобы у него чем плотнее будет подогнанное изделие тема будет более малая вероятность его дальнейшего обслуживания то есть люфта чтобы не было да потому что ему некуда будет гулять многие думают есть такие ошибки многие думают вот есть отверстие я его забью там эбоксидкой или еще чем-то но такого лучше не делать почему потому что эбоксидка ведет себя как камень а ты если кидаешь об твердого что хорош крошится и начинается трескаться и вылетать также и боксидка себя ведет она начинает просто вылетать ломаться у нас вот зона посадки примерно будет такая мы ограничим место докуда нам примерно надо снимать болгаркой чтобы лишнего не выбирать вот у нас зона посадки мы берем обрисовываем наоборот все мы берем обрисовываем изделие мне уже здесь обрисовал обрисовали сейчас нам надо будет потихоньку вот это все что здесь лишнее мы будем снимать болгаркой и периодически насаживать изделие смотреть как она будет сидеть почаще мишки надо бывать в цеху я уже видишь руки боли руки 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 не помнят да это сказать очень важно важный момент изделие когда насаживаете не упираете стол потому что у вас будет вылетать топор все надо делать на весу берете и насаживаете непосредственно его на весу он должен быть плотничком садиться да ну вот мы подогнали сейчас мы снимем лишнее снимем верхушки у нас сидит плотненько топор на да самое важное забыл сказать таких операций всегда используйте какой-нибудь какое-нибудь средство защиты дыхательных путей и распиратор маску медицинскую потому что очень сильно пыли которая мелкая она будет вам попадать непосредственно дыхательные пути видишь как вот эту часть посадки мы зажигаем обжигаем за счет чего для чего первое даем сразу вытесняем влагу которая еще чуть-чуть подсушивается дерево да и второе того также защита от попадания влаги потому что зажженное дерево очень долго служит если многие видели на речках на прудах валяются горелые деревья они веками лежат нас она закупоривается и за счет этого вот мы тоже берем обжигаем и закупориваем также до берем вот аккуратно поджигаем зажигаем дерево за счет этого как раз мы еще его чуть подсушиваем да мы и так берем непосредственно из камерной сушки сухую древесину но это древесина это живой продукт он более любую угадаешь да да не угадаешь берешь и уже пусть это вот делается знаете когда перед насадкой когда вот мы уже начинаем же когда все про пирасли да пропилили когда у нас вот уже к линия есть все есть вот это мы делаем нам надо сейчас мы будем делать распилы делать распилы будем под клиния до делаем один продольные два будут поперечных маленьких будем насаживать его на три клина нам надо на данный момент показать нижнюю часть топора потому что нам надо будет видеть куда до куда куда нам распиливать до грани нижнюю часть нам надо где-то вот от нижней части отступить сантиметр на это у нас будет границы 1 граница распила я даже сказал это будет не граница распила это будет у нас середина отверстия которые мы будем делать для того чтобы когда заходит клин нервала я себе скажу да вот мы делаем у нас будет карандашом тяжело видно надо по мастерам лучше лучше видно да мы свои пире ставьте внутри тебя здесь мы просверливаем отверстие просверлим и отверстие вы можете использовать шуруповертом отверстие у нас будет где-то диаметром 7-8 миллиметров для чего это делается это делается для того когда мы вбиваем клин у нас клин должен быть по центру этого отверстия быть при расклинке когда будем загонять мы будем отмечать для чего это делается для того когда будет просто распил дерево будет рвать по волокнам пойдет дальше трещина это как раз вот такие границы вот то что я вот смотрел ну и на своем опыте это хорошо работает но и в принципе это очень важная вещь потому что это устраняет нас от трещин до а дальшего от дальнейшего кого-нибудь растрескивание рукоятки клин клин обязательно должен быть если мы делаем отверстие до клин клин должен быть менее чем на три раза толще самого отверстия в три раза толще в 3 а то и в 4 то есть если отверстие у нас полтора миллиметра у нас должно быть там четыре с половиной пять миллиметров минимум клин да какой должен быть клин клин должен быть четкой прямоугольной симметрии до вот такой будет правильной если мы будем делать клин многие делают так внизу просто заостряют также идет пузом вот такие клинья это неверный потому что за счет этого у нас начнется он не дойдет до нужной точки которые мы отметили и уже вот широкая часть за счет и этой части будет в дальнейшем рвать непосредственно ручку рвать дерево такие клинья нельзя делать вам надо делать четкие прямоугольные клинья чтобы дошли непосредственно до финишной точки мы используем ленточную пилу но вы можете использовать хорошо подойдет для этого пила есть маленькие пилки по металлу поняли да такие которые были любую пилу которую вы используете там в домашних условиях вы можете так распилить желательно в тисках зажать да также можете если вы более хорошо управляете лобзиком если вам будет это удобно вы можете это сделать лобзиком но лобзиком и своего опыта скажу очень тяжело и очень неудобно это делать есть у каждого шуруповерт мы используем где-то семерку восьмерку диаметр хорошо даже разницы нету по дереву по металлу если сверло более-менее новая металла по металлу дерево тоже хорошо идет насколько глубоко надо сверлить нам надо мы сверлим все насквозь здесь мы насквозь сверлим здесь мы тоже сверлим нас не сейчас и покажу смотрите смотрите желательно делать с двух сторон отверстие потому что когда вы будете проходить насквозь вы можете заднюю часть порвать у нас может порваться что будет не очень хорошо также ну вот получилось что-то в таком вот стиле что-то в таком вот виде да нам надо подогнать к линиям очень важный момент у вас клин должен сбиваться вот как идет клин сверху вниз у вас волокна должны идти непосредственно параллельно клин если вы будете делать так он у вас будет ломаться вы поломаете вы просто распсихуетесь и повыкидываете нафиг все и ваша работа просто будет сделана зря клин всегда должен потому что даже при забивании при забивании это очень удобно потому что изделие идет непосредственно там по своему волокну берете напиливаете распиливаете так же там болгаркой болгаркой лобзиком пилой распиливаете а дальше также берете наждачечкой да нет берете топор куски вот как раз не менее там пяти миллиметров слабо бью просто ну у нас же просто все механизировано делается мы это распиливаем просто еще не разогрелся сюда да бывает так ну и что берете также вот болгарка у вас есть берете берете вот вы подготавливаетесь и клин просто в принципе понятно да следующая операция наша нам надо указать до какого момента у нас будет заходить клин нам надо показать грани клинии клинышка да чтобы нам не перебить когда у нас будет насажен мы же не будем видеть до куда надо да да многие есть и ошибка и в чем почему они не отмеряют а потом начинает загонять до талого дерево рвется они не видят и они уже непосредственно в трещину загоняют клин и он начинает просто портит рукоятку и рвать дерево здесь нам надо понять у нас вот центр клин должен быть у нас до центра отверстия как я уже говорил да мы ставим до центра отверстия из задней стороны клинышка мы отмечаем вот это будет наш край на куда нам надо забить такая же история у нас и с маленькими маленькие клинья вот скажу из своего опыта вот эти боковые их можно делать чуть тоньше потому что они здесь площадь меньшей они начинают рвать здесь палат рукоятку но это бывает на мягких породах дерева в основном береза ясен в принципе с буком с дубом все хорошо береза такое прихотливое дерево береза она как губка зараза она влагу впитывает влагу отдает и гуляет часто дерево так ну что клин нам надо подогнать ширину до ширину длину отверстия до расстояния от отверстия чтобы клин желательно у нас прям был от края до края впритык случае чего это также если здесь у вас здесь осталась какая-либо щель за счет клина он не будет гулять это тоже предотвратит его от люфта все чё поехали расклинивать есть у нас чудо раствор чудо раствор на за заключается в чем мы делаем кбк и боксит q разводим и боксит q но данный раствор мы еще добавляем пилки или стружку что делает такой более однородный по однородный материал и сцеп будет меньше да за счет этого боксит к становится более прочной и как раз подходит непосредственно под наши работы мы берем частенько обмазываем здесь края и боксит кайда и внутрь за забиваем вот и самая блин такая неприятная процедура потом это все вычищать и чистить мы вам покажем расскажем как это все почистить вкусняшка да это лучше ребята убирать сразу потому что потом когда застынет это нужно будет счищать вам будет неудобно но убирать это лучше можно непосредственно берете white spirit или растворитель и тогда он прям хорошо вытирается все до талого насаживайте все держите желательно на весу до клинышки у нас готовы и чё поехали вспомним молодость когда все остальные нюхали клей миша и засовывал клей в топоры наш слышно и слышь как трескается пищи пошла да идет негладко сопротивляется на не делаем у нас есть еще я видел момент делают гидравлическим прессом можно в принципе вот так упирать и сверху по сути у тебя топор вверх убивается если верста верстак достаточно да если позволяет вы можете вот такими методами тоже его забил но больше чувствуется но и видно когда мне кажется на весу это все делаешь видите вот даже блин тяжело загнать до нужной нам если у нас все идет тяжело это же как раз тот момент что идет хороший расклеим вот в принципе мы добили до нашей нужной метки нам надо сейчас спилить края и загнать боковые и клинышек маленький уже в в распил может плохо за да так же сами клинии не забудьте обмазывать клеем чтобы у них потом был хороший сцеп все видите как раз перла непосредственно изделие но вот здесь вот небольшой косяк но за счет того что все у нас прям расперта он никуда не уйдет если есть вот такие отверстия остаются его желательно тоже закупоривать непосредственно какими-нибудь клиниями а чего может такое неравномерное отверстие появится прошив прошив неровную топора идет до подгонка вот вот я потому что может долго не делал и за счет это вот моя ошибка такая до произошла здесь разные моменты все берем теперь это все спиливаем я стараюсь спиливать где-то оставлять ну пол сантиметра от верха вот вот такой получился у нас расклеен если сделать все как ты сейчас показал то топор прослужит я думаю немало времени потому что если брать вот ясень вот я и говорил вот у березы есть такие свойства потому что оно само дерево такое как губка периодически впитывает отдает а вот ясень вот сколько мы работаем почти не было жалоб на какие-либо рассыхания на какие-либо люфты и подобные моменты да так что нужно теперь дать высохнуть да смотря какая у вас эбоксидка лучше выбирать эбоксидку которая сохнет не быстро потому что будет схватываться быстро но в принципе если это в единичном экземпляре можно и чтобы была быстрая быстрая сушка у эбоксидки потому что у них разные свойства есть кому-то надо сутки высохнуть кому-то нам надо чтобы подольше она сохла потому что у нас идет цикл да не один топор мы расклиниваем и за счет этого когда идет расклинка нам надо чтобы там полдня она не засыхала но на следующий день чтобы уже все можно было продолжать работу да 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 а что делать с топором если люфт все-таки случился сейчас я вам покажу сейчас покажу еще что надо сделать после расклинки так же вот если брать домашние условия как я вообще вот ну предыдущие изделия свои делал вот это прям дедовский метод такой очень хороший есть продукт как льняное масло вам не надо никакие не строительные магазины идти ничего потому что хорошие пропитки натуральные масла они там в специализированных магазинах их надо искать льняное масло есть в любом непосредственно в любой аптеке даже в продуктовом в продуктовом это масло хорошо обладает непосредственно своей впитываемостью да в изделия и дают полную хорошую защиту пленки от попадания влаги желательно масло брать разогревать и на горячую я покрывал и оно прям как губка впитывает впитывает чем глубже ты впитаешь масло в изделия тем оно будет более долговечным прям более долговечным и все и вот льняное масло даже вот такое дерево как ясен за счет своей красивой структуры у вас появится красивый оттенок деревянный где выделит текстуру где подчеркнет непосредственно вот красоту дерева если впитывает дерево впитывает впит покрываете еще покрываете еще и увидите момент когда уже все она ну просто не впитывает а стекает значит ну уже хватит и и оно дает такую хорошую пленку которая прям дает хорошую прочность хорошую долговечность изделия раньше вообще на руси обрабатывали непосредственно срубы можно сделать вот есть такой поищите раствор канифоль воск льняное масло и вот за счет этого за счет покрытия есть на твердую делают натирают вот воск разогревают с маслом льняным с канифолью и на твердую натирают есть вот на жидкую я на жидкую убрал натирал покрывал оно все впитывалось и ты потом просто тряпкой натираешь она блестит такой эффект как паркета становится красивой у тебя есть топор он тебе нравится ты им работаешь сила нравится 10-15 его любишь и вдруг он начинает шататься и пытаться сбежать что делать ну чтобы не было шалтай болтай надо его держать в руках как детей своих так что мы делаем покажу тоже очень распространенный вопрос вообще везде как нам устранить люк старый дедовский способ это какой взять засунуть его на ночь в воду ребята отметайте вообще эту историю это метод одноразовый вы же сами понимаете влагу взял разбух высох опять разбух усохся все со временем выкинете топор но если вы хотите с ним расстаться сделайте так вам хватит его на некоторое время но потом вы с ним полностью расстанетесь что нам надо сделать ну я вот придумал как есть добавить еще клин добавить еще клин есть монтажные клиния ладно я вот все додумываю я все хочу сделать чтобы в сборке у нас были дополнительные клинья металлические вот как раз на случае того что если будет люфт потому что разные погодные условия разное территориальное нахождение юг сибирь центральная полоса россии везде по-разному гулять может дерево и за счет этого может быть образоваться так же также еще очень много зависит от самого хранения изделия если вы им даже не пользуетесь за счет этого он может усохнуться и не может пойти люфт как я решил эту проблему я придумал это наверное года 4 назад что мы можем взять нам надо купить болт нам надо купить клей нам нужно сверло желательно с дрелью да шуруповерт да потом вы можете это брать или маленькую пилку по металлу если у вас непосредственно уши мки нету чтобы срезать нам потом излишки мы берем вот у нас топор да вот нижняя часть топора мы берем так же как мы показывали предыдущий где-то ну сантиметр от нижней части металла отмечаем вот так смотрим отмечаем до какой степени мы будем загонять наш наш болт да плохо видно но видно то есть вот это примерно верхняя часть нашего изделия но верхняя часть нашего клинышка болта у нас данный болт в районе где-то 10 миллиметров 10 миллиметров диаметром берем значит сверло на пару миллиметров меньше как раз для того чтобы по окружности вот эти полтора два миллиметра нам и расклинило изделие понял что мы берем вот это отверстие это наша глубина мы ее также отмечаем на на нашем сверле потому что нам же надо понимать какая глубина у нас будет докуда нам это просверливать чтобы мы дырку там не сделали черт знает куда насквозь да берем я стараюсь делать можно вот использовать вот проушина здесь влезет по сути может раз два 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 клина монтажных таких да первое мы сделаем например здесь вот вы сделали расклинили люфт ушел если у вас еще потом появляется такая проблема остается выставите рядышком да но честно я вот делал устранял вопросов потом не было мне самому интересно какой срок эксплуатации данного клина потому что здесь металл здесь не дерево вообще моя вот эта технология я не знаю я нигде ее не вычитал я вот сам придумал насколько ее хватает мне самому интересно но пока на данный момент у меня не было вопросов что берем просверливаем обязательно сверлим чтобы у нас шло все ровно вдоль рукоятки чтобы лево вправо нам не уйти вот вот у нас отверстие вот у нас наш болт сейчас мы будем его потихонечку туда загонять сейчас я здесь закруглю мы можем и так сделать но для того чтобы плавненько и хорошо туда вовнутрь все зашло лучше его чуть-чуть подготовить закруглить чтобы он все подготовили как я и говорил нужен супер клей или клей момент или мне нравится космофен может кому-то что-то нравится другое мы берем обрабатываем туда и начинаем стучать все забили взяли излишки отпилили отпилили все люфта нету люфт устраняется за счет того что мы сделали отверстие поменьше засунули болт туда побольше и по диаметру по окружности он начинает распирать по кругу так что все друзья я думаю вам было полезно мне самому интересно рассказать поделиться своим опытом мы перешли в твой химический цех химический химический здесь пахнет маслом опасно здесь не так пыльно и здесь теплее да это это мой цех финишный здесь отсюда выходят работы которые уже людям в руки передаются мы вот общались с тобой по поводу масла да вскрытая да то есть не иное масло это самый простой сердитый дешевый вариант сердитый дешевый я тебе скажу если качественно все делать это будет самый надежный вариант ну один из самых надежных да потому что это зависит срок долголетия твоего изделия от того как ты его вскроешь как ты его закроешь что мы здесь делаем у нас уже здесь да непосредственно не льняное масло используем но мы используем масла уже более современных производителей но все на натуральной основе сделано здесь что мы скрываем два слоя тонирующим маслом мы как раз делаем чтобы вскрою проникновение было да намного по максимуму также ты даешь тон вот изделия например вот стоят высыхают сейчас покажу ну вот что было понятно вот это изделие на финише да это изделие вот на первой стадии все оно одинаковым маслом покрыто да и одинаковым цветом покрыто но потом когда ты даешь ему просохнуть начинаешь его вытирать первые слои мы даем где-то сутки им постоять это первые два слоя как раз тонирующие слои проникновение проникающие потом мы уже даем бесцветными маслами такое первое грунтовочное тоже делаем которое так же закупоривает и есть уже последние там две стадии где-то финишные уже вот именно придаешь ты натираешь эффектом блеска обязательно надо втирать масла потому что масла у нас на основе там воска при трении когда ты даешь натирку как раз дается вот этот вот полирующий блестящий цвет и он выглядит знаешь не как ты покрыл краской он выглядит как паркет выглядит ну вот видишь втерто видишь вот это вот втирается все если ты будешь скрывать просто здесь очень много тонкостей потому что здесь впитывается больше здесь впитывается меньше и вот этот вот момент всегда надо уследить чтобы вся рукоятка была вскрыта равномерно да как это определить вот с ребятами мы уже стоим какой месяц Денис второй с Денисом второй с предыдущим человеком три месяца и мы стоим постоянно все думаем как это все сделать потому что это это правда непосредственно самый такой вот тяжелый 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 этап потому что надо отслеживать эти моменты в районе рукоятки впитывает больше получается если неравномерно будет уже некрасивый будет эффект у изделия некачественно будет покрыто да так же здесь надо более тщательно и внимательно смотреть непосредственно на покрытие и подбирать непосредственно тот момент когда надо дать второй слой чтобы закрыть это там третий слой чтобы сделать это ну чтобы этого устранить вот так так же вот мы еще здесь видишь расскажу как можно сделать несколько вариантов вот вскрытие рукоятки да вот вскрытие здесь вообще нету никакого тонирующего масла за счет того что текстура ясеня на самом деле и так красивая да вот мы берем обжигаем надо ну обжигать тоже надо уметь чтобы все равномерно текстуру делать ее и выделять путем нанесения огня чтобы он не сплошняком черный да да потому что можно зажечь жестко и будет другой эффект то есть ну нет это граб вот видите вот это граб он уже текстуры сильно нету не получается его так выделить да да самое вот красивое дерево по мне вот это вот как раз вот и прочная текстура хорошая это вот ясен да и можно играться вот здесь что здесь у нас небольшой обжиг и вскрытие бесцветными маслами вот дается такой вот цвет да здесь даже нету никакого обжига здесь просто вскрытие тонирующие маслами и натирание его и дает вот такой вот цвет да это вот колирующие тонирующие масло мне кажется тоже выглядит очень достойно как я тебе говорил по поводу зажигания дерева да как выглядит зажженное дерево вот это сплошной это сплошной обжиг ясеня и так же сверху мы его еще тонируем тоже маслами закрываем маслами да вот такая рукоятка должна быть благовечная мне кажется ей вообще ни вода ничего не должно быть помехой здесь вот непосредственно тоже идет сплошной обжиг ясеня и патинирование под серебро видишь как вот за что вот прекрасен ясень что благодаря его текстуре как можно подчеркивать и играться разными вариантами цветами да классно ну блин ну классно же правда красиво береза но береза у нас под резьбу под резьбу это видишь что же в стиле хохломской росписи и непосредственно сделана у нас резьба как какое то время было модно все фильмы снимать в 3d ты решил хохлому сделать в 3d я решил я решил здесь этот да потому что ну что ну хохлома это это такое направление искусства которое у нас традиционно относится к нашей культуре да и все знают хохлома вот сразу видишь его хохлома я это же хохлома это роспись а я хотел перенести роспись непосредственно вручную резьбу да я здесь сделал небольшой вязь такую также олицетворение медведя как символа силы также с ним еще ну нашу страну олицетворяют да мишка русский медведь и вот хохломская традиционная роспись вот мой такой порыв души я изобразил непосредственно в данном изделии ну что наверное все таки да остальные по на другом дереве сложнее резать на другом дереве ясень ну да ясень бук нет бук если из твердых пород дерева бук хорошо себя ведет да а использовать него не будет нет почему вот смотри вот резьба бука идет это более такая вот резьба из твердых пород деревьев вот самое хорошо подходит это бук ясень он более волокнистый его неудобно резать бук дуб более колки более твердый тоже материал так что вот так вот все михаил я тебе все рассказал все что знал все рассказал ну чем ну тем поеду я значит домой в москву открывать свою мастерскую по топорам давай будешь делать топоры не забудь нас позвать работать будем делать коллаборацию так что вот так друзья вот благодаря этим нескольким советам в принципе можно пусть и не быстро и не так уж прям чтобы вах-вах просто но в целом я думаю стало понятнее как правильно собрать топор чтобы голова хорошо сидела на ручке и топор служил вам долго а вот эти вот замечательные изделия которые позади нас висят вы сможете увидеть пощупать и приобрести в москве на выставке клинок с 3 по 6 ноября в мейн стейдж все да или заказать или пишите да находите нас мы вконтакте в инстаграме сайт есть секера родослава берите пишите если есть какие-то вопросы или вы можете поделиться с нами каким-то своим жизненным опытом что касается топоров мы всегда будем рады и нам всегда это приятно нам всегда очень приятно когда люди к нам приходят и рассказывают свои истории как они используют наш топор в каких как семейная реликвия как там женщины приходили рассказывали чтоб если бы у них не было нашего топора они бы в поле остались ночевать потому что застряли благодаря топору выехали вот это круто вот такие истории ради чего мы это более приятно более тебя мотивирует нежели какая-то материальная составляющая да потому что наша цель нести людям добро и нести людям радость потому что мы непосредственно позиционируемся как подарочный сегмент но при этом он рабочий но основа у нас подарочная потому что мы мы дарим людям добро так что все всех обнимаем приходите будем тоже обниматься в мейн стейчи до встречи друзья пока